Остались без крова, но не без поддержки. Пожар, который произошел во вторник в селе Турово, полностью уничтожил старейшую в населенном пункте двухэтажку. Крыши над головой лишились пять семей. Власти оперативно пришли на помощь пострадавшим и предоставили им квартиры в маневренном фонде. Выбрались все. Все живые, всех сняли, и с верхних этажов сняли. И сами выбрались, дай бог отцу моего. София Валерьевна еще не отошла от пережитого шока. Пожар случился ранним утром. Семья Грунер-Козлова в двухэтажном доме занимала две отдельные квартиры. В однокомнатной жил 70-летний отец Софии, в соседней двухкомнатной она с двумя дочерьми. Именно от папы женщина и узнала о начавшемся пожаре. Ему благодарны за спасение и другие жители. На момент пожара в доме было шесть семей, 12 человек. Валерий Павлович помогал людям выбраться из горящей двухэтажки. Обошлось без жертв. Обитателям дома повезло, в Турово своя пожарная часть. Дом-то деревянный, там внутри все, стены кирпичные, а вот это вот деревянное, вот это все и горело. Пожар был именно около лестницы, вот здесь был пожар. Квартиры нет, пошло по верху, по крыше, и потом уже, когда стали потолки обваливаться, они же все деревянные, и потом уже в квартиры пожар пошел. Это уже мы выбрались все. О том, что в доме печным отоплением, построенном в начале XIX века, условий к проживанию нет, жители постоянно жаловались властям. Возгорания здесь случались неоднократно. Обитатели Ветхого, разрушающегося здания, бывшие работники совхоза Туровский, выживали как могли. Но на обращение людей прежний руководитель Серпуховского района не реагировал. После пожара пострадавшие обратились за помощью в администрацию городского округа. Власти отреагировали оперативно. По поручению главы Дмитрия Жарикова, оставшимся без крова предоставили квартиры в Серпухове, в маневренном фонде. Три семьи, значит, изъявили желание, написали заявление о предоставлении им жилых помещений маневренного фонда. Одна семья у нас уже заселена, мать с сыном. Однокомнатную квартиру получили. Администрации огромное спасибо. Никто не отвернулся. Не оставили нас? Не оставили. Нет. Благодарность, конечно, большая. Сгоревший дом еще в 1976 году постановлением Совета министров РСФСР был признан объектом культурного наследия федерального значения. Выхэтажное строение у храма было известно тем, что здесь жили декабрист Дмитрий Арцебашев, поэт и публицист Иван Аксаков, прославленный генерал Николай Писарев.